ВЕДЬМАК Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжаем катать Ведьмака. Я обновил броню. Это в сет кота второго уровня. Полностью улучшенный. И с мечами, и с этими. Но, по сути, отличается только тем, что у нас появилась курточка под кожаным жилетом. Я хотел, знаете, что сделать? Лютик просил помочь ему установить его кабак. Для этого нам надо разыграть, я так подозреваю, сценку. С этим. С нападением меня и героическим Лютиком. Это нам нужен бутафорский меч. Рада тебя видеть. А то. У меня просьба, я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен по зарезу. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Прошу. Благодаря карману и задержу не повредить. Будьте здоровы. Так, ну пошли, ключ кучу. Я тут недавно узнал, что окажется, надо было читать пьесу перед тем, как выходить на сцену. Там потому что были реплики. У меня кости ламина. Чего? На меня кто-то напал? О, там. А, это. Это как? Гроза, мать ее. Доска. Может, там чуть-чуть новый появится? Дом. Сколько цене? Понятно. Дом. А? Дом. Дом. А? Дом. 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 О. 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 Наконец-то. Послушай, план такой. Схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ну, я так и знал, блядь. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнал. Но... Нет времени объяснять. О, схоластик идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Эй, ну да. О, это же та тетяка. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Читайте. Дрожи. Драковица. Ты во власти принца воров. Не так быстро. Прось меч, мерзавец. Это твой единственный последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Нет. Только не Пурпурный Мститель. Молчи, Ханалья. Или пожалеешь, что ранился на свет. Что за говно? Что... Что за... Он попал в меня? Ага. Быстрее домой. Там он нас не достанет. Ради вечного огня. Чего ты от нас хочешь? Остань нас в покое! Этот висельник наверняка сейчас исчезнет. Он же не хочет попасть в руки стражников. Ты же не хочешь? Да все, все. Ухожу. 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 Чутик такой дебил решал с Геральдом сражаться. Господи. Такая бабуйня. Пурпурный Мститель. Что? Что ты несешь? Господи. Пурпурный Мститель, блять. Ладно, бертвуемся, что... Ничего этого не было. Блядь, Пурпурный Мститель. Ё... Ой, ой, ой. Не крутись дома. Блин, надо было посмотреть далеко бежать или нет. Что-то я сейчас заголебался. О, нихера. зонтан насчет этих карты счет карт они у тебя еще не в чем дело ты по мне соскучился не время языком чесать надо раздобыть карты товарищи пока я не потерял терпение да ну ладно ладно чё оу 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 кто давать не умеет тот ничего не получает что это я то не умею не умеет тоже не дала не характер чё 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 да ладно я тебе и скидку за эти твои геройские подвиги эй красавчик сам понимаешь так ну давайте ждем лютика какая-то ошибка вы пришли слишком рано договорились на сегодня вот мы и приехали материал привезли рабочая сила рвется в дело только вы госпожа начальница будьте так добры выбрать декор и мы начнем уже наконец но лютику даже не из чего вам заплатить кажется уже есть еще или скоро будет во всяком случае он над этим работает ну все путем решайте уже наконец в каком стиле желаете иметь интерьер я здесь причем не ну как бы я решу а то лютика блять пурпурный сделай говорил что думает между стилем будуара и театральными декорациями но к нашему приходу непременно решили мы же здесь решение как не было так и нет и госпожа еще в таком удивлении что должна что-то выбирать хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался для меня покрыть не для меня же решайте уж наконец а то меня сейчас контракте хватит не знаю что больше понравится лютику геральт ты знаешь его дольше скажи что-нибудь ты уже больше пусть она выберет знакомы дольше но ради меня он ни разу даже носков не переотдел не говоря уже о том чтобы устраивать ремонт на самом деле он делает все это для тебя значит тебе и решать мы оба всю жизнь связаны со сценой а кабаре тоже своего рода театр пусть будут театральные декорации надеюсь они придутся лютику по вкусу ну вот и ладненько наконец то ребята кончай перекур за работу да вижу с этим кабаре все серьезно с тех пор как он получил это место он только и говорил о кабаре но я даже не думала что он перейдет от слов к делу тем более так быстро может теперь он даже остепенится в конце концов ему придется приглядывать за делами вот это было бы зрелище вопреки тому что о нем говорят у лютика очень рациональный подход к жизни пиздоболу мы говорим об одном и том же лютики он же за одну ночь может просадить состояние в половину новиграда но при этом он ответственный он всегда платит вовремя всем кто здесь работает ни разу не завалил ни одного выступления хорошо бы чтобы ваши премьеры он тоже не завалил а то его все еще нет он говорил что раздобудит денег и забежит к поле нашему хореографу а то она в прошлый раз не пришла на репетицию надеюсь он не вляпался в очередные неприятности ой господи как нянька прям с этим пурпурным мстителем блять у меня должна быть стопроцентная скидка на шлюх в этом заведении то блин как этот курица с яйцом тут бегаешь с ним охранник стражник по моему только что чувака вырубил ногой да иди в жопу че ты орешь ой надо этому дебилу помочь еще что за критик Олли ссорится со своим женихом придурком в этом городе только она разбирается в хореографии а этот баран не позволяет ей на меня работать погоди а что ты тут собственно делаешь мы должны были встретиться в шалфее должны но тебя не было пристыла начала волноваться и я пошел узнать что с тобой она волновалась из-за меня это так мило да как твой костюм примерно не слишком так что идем обратно ты не слышишь что там творится надо помочь поле и и и почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами понятия не имея это идея выбью дверь походи может не будем сразу разносить ее дом где-то здесь у нее был запасной ключ на вопрос откуда ты знаешь про ключ но мы ведь не вчера начали вместе работать еще до того как поле сошлась с хобби и частенько ее навещал я торчал здесь когда присыл репетировала с полем шалфея и розмарине девушки работали над танцевальными номерами а я сочинял музыку то есть поле это не одна из твоих я не смешиваю личную жизнь работу если речь не идет о присцилле присцилла как ты мне только что сообщил волнуется так что хватит болтать и давай искать ключ ну давай водолазки геральт водолазки где ключ вот мешочек какой-то лежит посмотреть тут его нет тут его нет ведро он какой-то вот и ключ геральт там уже все нашли что ты там сидишь какого дьявола убирайтесь из моего дома смени тон и оставь эту женщину в покое это моя невеста но не твоя собственность я люблю тебя и не позволю чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе минуточку минуточку вижу тут произошло ужасное недоразумение я вам сейчас мигом все объясню засуньте в жопу свои объяснения понял убирайте отсюда или я тебе рожу расквашу ты попроще будь мой друг вежливо просит так что сделай мне одолжение и выслушай его или мы поговорим по другому ну ладно говори хуби верно поле много о тебе рассказывала она говорила что ты эрудит что ты всегда открыт к новым идеям ты так говорила ну правда я человек открытый но моя открытость заканчивается там где моя невеста начинает вилять попой по борделям убирайтесь отсюда оба поле никуда с вами не пойдет ты завалишь свою ебало не я ему закончить речь вообще не про бордель видишь ли приятель Геральт верно говорит то что лежит на столе это старый плакат старый? очень еще с тех времен когда владельцем заведения был другой человек я бы никогда не допустил чтобы в моем кабаре творились какие либо бесстыдства мне репутация не позволяет так что ты вообще тогда задел твоя невеста классная артистка и я хочу чтобы она занималась делом достойным ее таланта она будет хореографом а это означает процент от каждого представления которое я ставлю значит деньги и слава и никакого виляния попой вот тебе мое слово ну раз так я знала что ты согласишься значит решено такой колхозный тип вообще ну я побежала я тебя догоню давай я думал что будет хуже нормально плохо ты все устроил когда ты назвал его эрудитом он окончательно обалдел самое важное в переговорах быстро найти чувствительное место оппонента и сможем образом на него надавить ой ну что возвращаемся мне нужно еще заскочить к латарку я давно заказал ему новые плакаты а у Хуби все равно была старая версия сейчас кому-то придется долго объясняться так я схожу к художнику а ты возвращайся в шалфей а то пристыла намылит мне шею правда? сходишь? да 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 схожу все давай вали говори где он живет в портовом квартале я скоро вернусь знаете что мы еще сделаем заодно в портовом квартале? сраные мечи и вареники наконец-то блять этот ебучий эльф и начнет ковать нам мечи нормальные двадцатый уровень я думаю мы сейчас уже спокойненько все сделаем если я на четырнадцатом там этих краснолюдов распетлял то нужно на двадцатом так тем более тем более все эти кота оп где художник вот вот оп оп оп, оп оп, 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 бандиты понятно что хотели Мне плакаты нужны? Ой, блядь. Мы разберемся спокойно. Ну давай! Я об этом пожалеешь, форота. Блядь. Ну и чё? Блядь. 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 А ты чё? Всё? Прослабился? Геральд, давай уже вставай, господи. Устроили тут ромашку. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. Аллатрик? Где он? Небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Ну видишь, а мог бы сказать всё сразу. Мразь. Думают. Управа на них не найдётся. Чё вообще с ними драться? Бушку отрубил и всё, господи. Вот надо сисюшки разводить эти. Блин, здесь в натуре нет никаких плакатов. Ай. Походу нагрел он, короче. Моя мамочка вам привет передавала. Моя мамочка вам привет передавала. Да ладно, откуда она меня знает? Она темнеет. Мамочка. Резентенция Вигельбудов. Вигельбуды. 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 А, это, по-моему, эти, которые живут там где-то. Не отвадывай. Я не отвадывай! Вигельбуд. Вигельбуд. Не отвадывай, которые, которые у нас слка спасали. Так, где он? О! Тут какой-то этот квест. Ну-ка. Начал туда. Блин, в той же стороне. Куда я пришел? Ой, а нафига я это сделал? Ладно, неважно. Считайте, ничего не видели. Ты это видишь? Жопа позорная. На порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. Да ну, все, ну давай. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Вышибало. Стравитяне, говоришь? Пойдем. Понаехали тут. В белокаменную. Чем-то здесь смердит. Разлагающийся мясо. Человеческое. Да? У тебя мускулистые бедра. Не знаю. Нет, вроде ничего. Ты где? Это все. А, он у меня в Вигельбергов этих. Задание стоит, а я что-то думаю это. Я этих бегу выгонять. Где они? Вот он. Поместили. Вигельбергов. Сохраняйся. Да что нельзя-то, блин? Блин, ну вот. Надо было сразу что делать. О, вот он. Я взаимопонимаю. Белины, что ли, объел? Ты Латрек? Генрих Латрек. Художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. А, да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. И раз одного из них я даже встретил. Ну вот, видишь. А вдобавок граф Делу Вертен дал мне шанс отыграться. И хочет со мной поспорить на все мои долги. Ты чего так горчаешься? У тебя есть шанс одной ставкой расплатиться за всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение Делу Вертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Блин, господи, 200 монет. На, забирай. Из всяких дополнительных обязательств. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, мы будем будем с плакатами. Я принесу в шалфеи розмарин, как только все утрясут. Договорились, до встречи. Скачки, блин, это дебильный. А когда ты последний раз мыл? Денег в жопу жуй все равно. Че, куда их девать-то еще? Скачках я не хочу участвовать в вольте. Жопу только натрешь. Сидием. Офига, у него тут. Ну вот, вижу, бригада без дела не сидела. Вышло и правда неплохо. Мне тоже нравится. Особенно оформление стен. Присцилла выбирала. Ну, мне надо признать, вкус у тебя отличный. Конечно. А что с Латриком? Ты принес плакаты? Латрик сказал, что сам их занесет. Отлично. Это будет лучшая реклама для Хамелеона. О, что-то по-польски. Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральные репетиции. Я только заскочу домой за платье. Спасибо за все. А, мелочи. Кажется, Моя мечта о кабаре вот-вот исполнится. Так, может, отметим? Я угощаю. Нет. Спасибо, мне что-то не хочется. Дело твое. А я выпью. Мастер говорил, что ты разговаривал с Крисциллой. Разговаривал. Она... Говорила что-нибудь обо мне? Опять сопли начинается. Господи. После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Ты меня рассыграешь? На этот раз нет. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей плащ и шпат. То есть вы не... Да ты с ума что ли сошел? За кого ты меня принимаешь? За Лютика. Как бы, что, нормально? Опаздывает. Ну, конечно. А ведь знает, как важен для меня этот вечер. Ни одно и дело знаю. Может, она прихорашивается как-нибудь по-особенному. А это требует времени. Неправда. Сейчас поняла. Женская тщеславия не знает границ. Мастер Лютик! Прессила! Она... Что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госкитальвельмерия. Напал, ранил. Я иду. Герак, сходишь со мной, пожалуйста. Конечно, поедем. Ой, твою мать. Все, слава богу. Прессила. Она же... Она же будет жить. Наверняка. Состояние тяжелое, но стабильное. Ого. Простите. Принайдет дело. Вы ее родственник? Родственник? Нет. Друг. Очень близкий. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Йоахим фон Грац. Начальник хирургического отделения. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга. Отек. Надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. Ого. То есть, это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем, не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. Вырванным? То есть, присыла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой есть сто неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше. Потому что я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытий еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить. Здравый подход. Мужик. Вообще красавец. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Да. Ши. Готов и заинтригован. Я достану его лютик. Будет этот самый рар Хемельфарт. Спасибо. Хреней. Идите вперед. Это вообще капец. Присциллу. Кислотой облили. Это ж надо было. А наш... Какую профилактику ты проводишь в каналах? А вы подумайте. Слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Да ну уйди, господи. Че ты встал-то в дверях? Да ну уйди, господи. Ой. Я не заметил, как она... Швырнула. Эти креней. Швырнула. знак менялся какой прогноз только говори прямо без намеков раны затянутся но что будет с голосом я не знаю вы наверное понимаете что для труба дура это страшный удар такой от которого можно потерять волю к жизни ты можешь как то на это повлиять на это может повлиять только ваш друг по лестнице но пошли пойдемте чем быстрее управимся тем лучше а что ты куда-то спешишь может нам помешать например корня или преподобные на даниэль посту и так нам нужно тело краснолюдского плотника попробуем его найти вот лежит кот краснолюдка мозоли на пальцах топилки в бороде одежда липкой от смолы должно быть он великолепно надо думать вам не сделается дурно от вида крови нет начинаю вскрытие с чего начнем давай башку смотрим голову волосы ванят гарри будто он был на пожаре больше ничего примечательного то что ему выкололи глаза вас не интересует дорогой родительствительно обожжены глазницы да здесь какая-то серая пыль пепел очень мелкий убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли похоже на то судя по виду ран плотник при этом был еще жив охренеть рассмотрим рот ожоги волдыри как у присцелы видишь на горле надрез действительно он едва заметен его сделали маленьким очень острым предметом скальпелем но зачем рано слишком мало чтобы вызвать кровотечение но есть следы отека убийца должно быть он сделать рахетами чтобы жертва не умерла слишком рано хренеть чё там за садюга осмотрим горбус что у нас здесь глубокая рана с левой стороны грудные клетки шрам через весь живот посмотрим что за рано действительно сердце было вырвано края раны прижгли погодите-ка здесь что-то еще у него стрела в руке торчит 3 яйцо какого-то присмыкающегося саламандра обожженная на целое я бывал на лекциях по герпетологии и не припомню чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах а мандра это профессор кохран глубоко заблуждался или это дело рук нашего убийцы я помню был там какой-то культ саламандры смотрим на шарах рано герой книги дрался удара на края неровные это неважно смотрите нет ни опухоли ни синяков это старая травма похоже несчастный случай на работе скрывая брюшную полость предупреждаю будет сильно пахнуть гнилью я как-то дрался с ригером стоя по пояс говне так что не думаю чтобы стой что за запах формалин медицинская новинка в малых концентрациях замечательно консервирует ткань больших разъедает их кислота это объясняет почему нет запаха разложения и почему обожжены глоткой пищевод хренеть формалина в него залил чё на руках смотрим ладони борозды это следы от веревки так вы связали как и следовал ожидать никто не выдержит таких пыток не будучи связаны знаешь по опыту по опыту жертвы я провел год за стенках третогора но это долгая история тогда лучше в другой раз смотри видишь след нашего краснолюда было кольцо но кто-то его снял на ногах видишь что-нибудь интересное на ногах щиколотка правой ноги распухла ногти поломаны должно быть им очень сильно ударился копытами прежде чем их отбросить не уверен что сейчас подходящий момент для шуток простите у нас врачей несколько иная чувствительность и скверное чувство юмора осмотреть гениталии сомневаюсь что они относятся к делу нужно убедиться надо проверить стени с него штаны скорее сифилис ранние стадии сыпи еще нет это может быть связано с разве что еще один возможный мотив для убийцы довольно я уже знаю достаточно в таком случае просветите меня а то я до сих пор понятия не имею в чем дело и такой мотив у убийцы я так думаю это какой-то это какой-то извращенный ритуал ты видел эти ожоги глаза дыра на месте сердца обжигающая кислота все крутится вокруг огня вечного огня надо бы осмотреть труп еще раз ты знаешь как его звали фабиан мейер а я губер трейк корнер пришел сюда провести аутопсию но вижу юахим что ты меня выручил как всегда лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других кто это такой студент третий курс меня к тебе несколько вопросов ладно слушай за не только быстро а то преподобный натаниэль как раз пришел с инспекцией сейчас он будет здесь для нашего тела плот это важно вы ведете следствие как увлекательно он погиб в собственной мастерской к югу от рынка сразу у ворот на застенье где напали на эту бедную труба дурку и весь город об этом судачат возвращаясь к плотнику тело привез евстахий наш сборщик останков можете с ним поговорить я только что его видел он за углом около моё почтение ваше преподобие что это за люди я кажется ясно сказал никого не впускать не под каким предлогом я знаю но это друзья покойного они хотят забрать тело и речи быть не может в виде их отсюда немедленно как пожелаете ваше преподобие господа прошу за мной вам придется выйти другим путем прикрыл нас хорошо почему ты нас прикрыл я прикрыл себя если бы преподобный натаниэль вызвал что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения у меня были бы неприятности но ты об этом не подумал юахим правда как всегда нет ну может я и не одобряю вашего самоуправства но я тоже хочу чтобы убийца кончил жизнь на виселице так что если я что узнаю по этому делу я дам вам знать спасибо могу сказать что знаешь корнера может мы бы избежали прогулки в канала я его знаю и поэтому избегаю вот и все на эту тему ну ладно не настраиваешь благодарю дело не в том что я что-то скрываю просто это старая рана и она еще не затянуть вы пидор что вы будете делать теперь ниточек много мастерская этого плотника сборщик тел который его нашел и улы где напали на пресс-циллу и чем заняться у меня тоже боюсь я должен возвращаться в больницу но буду держать за вас кулаки я с тебе глаз не спущен так стоп дополнительные задания нет 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 вот блин присылают вообще капец чё она сделал плохого команда поет все песенки капец вообще если она петь не сможет больше никогда это вообще жопу есть там кто вон отсюда а то собак спущу черный стрига ко мне успокойся я по поводу фабиана мэра я ищу его убийцу ну разве что так сидеть глупые псины спокойно ну заходи уважаемый только не дергайся тяпнут еще с тем имею честь с братом покойного гус меня зовут мы вместе держали мастерскую мэр и мэр теперь будет просто мэр теперь уважаемый будет ликвидация как только найду покупателя на эту халабуду вернусь в махакам все ближе к семье к тому что от нее осталось ну так что вы хотите знать о фабиане да все расскажи что знаешь про убийство по порядку и в подробностях дело было так возвращаюсь я с работ в аксинфурте и вижу над городом столб дыма но думаю опять пропущу как какую-нибудь боленку жгут но это не на рынке был огонь а у нас видишь следы сажи там они горели наши скульптуры люди слетелись на пожар и рядышком фабиана нашли вот здесь я пока добежал его уже на телегу грузили разговаривал с сидели они не заметили ничего подозрительного может что слышали говорили что нет а если бы и слышали все одно бы не помогли в новограде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут чтобы шмаков не запачкать да не пойми какого краснолюда им вовсе дела нет д твоего брата были враги кто-нибудь его не любил угрожал нет это скорее он угрожал одной такой фабиан был добрый краснолюд мастерюга каких мало но и бабник страшный только чуть отложим денег говорю купим новые инструменты хорошего дерева так нет кошель в руки и айда по девкам потом все ходил за одной такой кричал это из-за тебя а сука порченая падаль людская и всякие такие слова ну что там между ними было этого я не знаю может влюбился а ты знаешь где ее найти эту порченую на кладбище умерла пару дней назад но спокойно своей постели альфонс и я говорил что грипп у нее был печаль и хватит разговоров надо смотреться а и пожалуйста только псов не дразните я бы крови здесь фабиана лежал как его нашли статуи древних богов одни женщины с выдающимися формами убийца тащил в ту сторону что здесь что-то таскали по полу сколько человек передвигали от одной стены к другой проповедь какая-то все понятно короче неравнодушные и чё за бутафорский а вот чё так все хреново то так чё в халупе можно мне зайти в мастерскую я туда не заглядывал с тех пор как как нашли фабиана но если хотите так открою каш надо открывай еще кровавые следы но я бы не сказал что он истек кровью это избавился от крови осталось только несколько 5 1 использовал в работе так буретка валяется мебель перевернута тут след будто туда ногой так и что ты глаза гуманоида сгнили напрочь здесь ничего нет печалька цик мы смотрим при переволок сначала омолин опять знакомый запах формалин кто-то топит углем в это время года человеческая возможно присцелы морская ступня убийца на пятку смотрим что он будет делать проповедь какая-то понятно это ты зря успокойся я не причиню тебе зла что ты здесь делаешь ничего напали на меня что вылупился не слыхал что убийца всегда возвращается на место преступления вот мы с братицками перетаились чтоб с ним поквитаться за пристылу едва не замутил ее сукин сын знаю я пришел сюда потому что еще его следы и людей которые могут что-то рассказать это знаю немного но что знаю расскажу придурки пристыла была твоей подружкой подружкой нет но она видела во мне больше чем просто глупую слюху а это что-то да значит я хотела найти достойное занятие но никто меня не брал ни в практике не служанки не в кухарке будто я проказанная присцела она была другая я должна была сыграть в ее пьесе другие актеры боялись там всякие сутки насчет весьма огня цвистульская зося на сцене представляет на теперь конец места не возвращаюсь под фонарь мне очень жаль бывает работа и пахут по крайней мере я так себе говорю знаешь что при сцена хотела поставить какую-то пьесу да гуся конечно знаю это за нефтира началось другие так погибали миссии девушки сироты ну кто их позволяет одно сообщество так про нас тазники говорят а по именам кого-нибудь из них помнишь какие у них имена лысый угла ты рыбка так их и звали не семьи у них не было ни друзей и давно их уже созгли понятно пока пора ловить убийцу нашел на кого влетать придурочный блин с голыми руками молодежи в голове сплошно и что же случилось с этим целителем милый а шутят такие супа ты случайно нашел Эй, ведьмак! Коронер вас вызывай! Говорит очередная жертва! Велел передать, что главные двери будут для вас открыты, и чтобы приходили как можно скорее! Эх... Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Мэйра, верно? Фабиан... Фабиан... Ах, да, помню! Очередное безглазое сердце! Нет? Хе, решили, а при нём тоже не было. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься? А? Кто? Процент с меня снять захотел? Пшёл вон мудрость. Говори. Говори, что ты при нём нашёл. Да, как пожелаете. Как пожелаете. Мелочи. Верстенёк со стеклянным камешком, аромонет и какое-то песнецо. Гляди. Хороший пергамент, телячья кожа. Зато буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Исцила. Имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришешилой. Мало что ли баб в городе? Ой, как хана тебе. Ай, сука! За что? За всё. Скажи спасибо, голова на месте. Ай-яй-яй-яй-яй. За донос наказываю. Проходите, мастер-ведьмак. Пошли, пошли. Чё ты тормозишь? Геральт, а? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Кто это? Кто жертва? Йорис Аквинус. Преподаватель теологии Аксенфурдского университета. Его нашли сегодня утром у него дома. На катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу Вечного Огня. И критиковали его доктрины. Да. В Новиграде это смертный грех. Давай. Начнем вскрытие. Охотно. Вреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящие угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент? Из человеческой кожи. Это сообщение от убийцы. Имя следующей жертвы. Патриция Вигельбуд. Ты знаешь ее? Да. Я даже был в ее имении вместе с... Я поеду к ней. Сейчас же. Погнали. Ой. Ой-ей. Да что ты герни, Господи. В дверь не можешь выйти. До свидания, милостай. До свидания. мне кажется это какие-то высокопоставленные чуваки за прицелуем голову отрежу тут охрана много вряд ли ему даст просто так давайте ими чего тут я должен поговорить с патрицией вигельбуд так ты решил что любой оборванец может да она в опасности впусти меня или и смерть будет на твоей совести а если я тебя пущу и окажется что ты все выдумал меня тут же отсюда выбрал мне казалось что стражник должен защищать хозяина они собственный зад будь по-твоему отведу тебя госпожи вигельбуд только без всяких штучек ты меня понял полтергейст ой геральт какой приятный сюрприз вовсе не такой приятный я должен увидеть твою мать ее жизнь в опасности смерть не шути так я видела маму сегодня с утра она была грустна конечно но в добром здравии нет времени объяснять поверь мне прошу тяжело мне в это поверить пошли уже не шутишь прошу за мной костер как на билетейн только время года не подходящее помнишь я говорила что мать грусти на самом деле она переживает кризис веры достаточно серьезно мы были в новиграде мать увидела костры на рынке все обратную дорогу она молчала о возвращении приказала вынести священные книги и жечь а потом закрылась у себя прибавим шагов я так чую мы опоздали ты слышишь тишина покой все в порядке и все-таки войдем внутрь чтобы убедиться ты настаиваешь но будь по-твоему подожди здесь думаю мама не настроение принимать гостей я же говорил мы опоздали разделитесь убийца все еще здесь это он взять его да не я придурки я ломаю где он я взялся куда он делся Стоп, не мутант! Геральт, успокойся. А потом он убежал. Да блядь. Он же всегда выбежал. Надо будет где-то. Нету его. Стоп, не мутант! Ой, пройдет, смешивая тебя. Стой, не то получишь стрелу в кишки. Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Убийца все равно уже сбежал. Веди герой. Придурочный. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит и решил, что он убегал и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Придурки. Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Потому что она оскорбила вечный огонь. Только это объединяет ее с прежними жертвами. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь. Но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И... Пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Я же говорил, надо было торопиться. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкая Анике у Катарины Хромоножки. Он становится все наглее, а не только имеющее место. В этот раз он от меня не уйдет. Погнали. 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 Сладкая Джо. Баш. Погнали. Ой... хозяйку все равно убить быстрее 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 ближе давай сюда я уже там монстров вырезал уже ключ от города должны были дать и мэром назначить побежали побежали геральт нет времени вообще там блин судя по где сладкая алике наверху но у нее важный клиент не мешает не надо ли тебе чего мастер важный говоришь еще как а еще лучше никто тебя не услышит никто за тебя сейчас будет слышать весь город ты мне помешало о это же этот я не люблю когда мне мешают ира я собирался размещаться со сладкой анеке сделать так чтобы она уже не была такой сладкой но сперва займусь пожалуй тобой попробуй ублюдок у тебя сегодня плохой день на эпическая кочерга у него реликт ты свободна спасибо 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 если бы не вы он он спросил делаю ли я все я сказала что за дополнительную плату конечно тогда он так улыбнулся что у меня мурашки побежали и ударил меня так сильно что я потеряла сознание когда когда я пришла в себя он уже меня связал и раскалил кочергу на огне успокойся он тебя уже не обидит больше никого не обидит мразь где тут выход то да нет не здесь или здесь или здесь кто блин а вот все нашел так надо запомнить это место а как и я так и все это я так и знал что это какой нибудь из этих там правда почему-то по моему поместье был другой чувак по указанию иранха но чирокеев там на свое упрывает мигмар фу а тихо ух ты ну окей давай так нормально а так все наигрались и 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 здесь не надо мне свечу дагил и нашел убить я нашел убийцу и прикончил его это был натаниэль я застал его в катарине когда он принялся за следующую жертву владелец кричал чтобы ему не мешал называл его важным клиентом я думал что меня в новиграде уже ничем не удивить но видно я ошибался сильно ошибался спасибо геральт если бы не вы это никогда бы не кончилось до свидания ну как лучше правда да вроде голос есть и позаботился о том о чем я просил да по ведьмачи спасибо геральт от меня и от присылы я сделал свое дело теперь твоя очередь они заботятся я позабочусь вот увидишь я выхожу ее лучше чем дриады из бакелона она уже начала говорить приятный сюрприз правда профессор фон гранц говорит что раны заживают на ней как на тролли не очень элегантное сравнение согласен но она одушевляет может может она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь пока мы хотелось бы конечно пристал будет играть на людьми а я упеть людик и у . царанка хорошо звучит очень хорошо удачи лютик на сцене и в ней я ну не очень приятная миссия очень жалко с прицел и такое случилось и что там погибли люди я всегда говорил что религиозные фанатики это самое большое зло в мире на этом я думаю пора заканчивать подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующей серии всем удачи пока пока